ЗОМБИ Итак, дорогие друзья, мы добыли книгу, поговорили с мужичком, и, в общем, он отправил нас опять, опять дальше. Ну что, давайте по камерам посмотрим, что у нас там. Так, ого. Интересно, и что это такое? Так, новые данные, письма Ди. Ну, хорошо, и что, что с этим? Я поставил меточку, типа, убрал меточку. Ага. Так, рынок на Брик Лейн. Что-то я не очень понимаю смысл всего этого, честно. Так, Е-описание. Описание, ага. Ну, это я просто разворачиваю, как бы. Это неизвестное место. И еще два неизвестных места, и еще одно неизвестное место. Так. Знак вопроса. Разный. Сигнальный огонь. Здоровье, средняя аптечка, патроны для неподвижной турели, оружие. Это, наверное, все, что я нашел, но не забрал, видимо. То есть, можно, типа, потом вернуться и забрать доски, сок, дом Рона Фридмана. Так. Это все, это отсортировать можно, понятно. Ну, и что дальше? Найти владельца в писем. Нашел. Ничего тебя понесло во дворец. А, неважно. Есть идея. Так, и что? Проходят слухи, что во дворце разбит военный лагерь. Главный там полковник Уэверли. Помни его по буре в пустыне. Скажи, что ты от живого. Он о тебе позаботится. С оружием поможет. Да и С-4 может подкинуть. Угу. С-4? Вау. Это же кого мне С-4-кой-то взорвать? Ладно. Так. Зачем я здесь эту поставил? Не знаю. Справляемся к мемориалу Виктории, дорогие друзья. Так. Мы, как всегда, в каком-то подвале грязном. Ну, ничего, это нормально. Обычное дело, так сказать. Так-с. Добраться до Грин Парка. Вороны Ди обращаются к выжившим. Сигнал к эвакуации. Удар колокола. Повторяю. Зелёный свет по колокольному звону. Сандра, мать её, Келли. Я думал, она умерла. Не ведись. Вороны. И поход в бордель не спланируют. Эвакуация. Сейчас. Грохнут тебя и обчистят твой мор. Ага. Ну, ладно. Хорошо. Не будем доверять. Заново засканируем всё это дело. Что у нас там лежит? Что-то лежит в ящике. Ух ты ж. Хорошо, как полетел, а. Гляньте. Так, ну, я туда попасть. А как я туда попасть смогу? Чисто даже. А-а-а. Вот как я смогу туда попасть. Мохнатая шапка. Ого. Чёрт. Хотел на пробил. Блин, по-моему, в Даймлайте это было. На пробил резко назад отскочить. Я просто реально на автомате это нажимаю. Ай, нормально. Ой-ой-ой-ой. Жирный. Фух, ты ж. Ёлки-палки. Жирный сволочек. Добил этого в каске, но зато отгрёб от мохнатой шапки. Повышение огневой мощи. Хорошо. Хорошо. Ништяки забрали. С них веруциды можно добыть. Вещь, конечно, хорошая. Но жаль, одноразовая. Всё время заново приходится. Так, мне туда. Дверь я уже взламывал. Погодите-ка мне. Подвал. Слушайте, ну, наверное. Давайте засканируем. Тут, может, что есть. Мне нифига тут нету. Ладно, хорошо. Не нравится мне это. Это... Я сейчас на минус два нахожусь. Чтобы это не значило. А мне надо на минус один. Направляюсь я сейчас просто в канализацию. Я здесь уже был. Так. Может быть, получится здесь пройти. Тикс. Здесь не залезть. Давайте-ка поднимемся, как тогда. Очень удобно. Дальше ходить. Не. Ну, ты что делаешь-то? Давай, карабкайся. Вот. Дальше ходить не надо. Так, я же тут выйти смогу? Правда ведь? Так. Может, что-нибудь есть? Нет. К сожалению, ничего нету. Ладно. Так. Так. Вот, я на минус один. Хорошо. И... Ох ты ж мать! Долбанное болото. Там кто-то движется. Там зомбек какой-то падает. Так. Там... Вещи полковника. У него должен быть пропуск в мобильный арсенал. Черт возьми. Они ведь еще и не тонут, да? По-любому. Ну да, да. Еще бы вам тонуть, тупые зомби. Хотя здесь... Не такая уж глубина. Так, ладно. Ой-ой-ой. Кто там? Кто там? Кто там встал? А, это ты. Сволочуга. Еще этот с веруцидом. Ладно. Боже мой, и там еще. Ну иди уже сюда. Сзади вы только не напали. И все будет хорошо. На тебе, тварь. На тебе. Тихо, тихо, тихо. Всех-то загривать не надо. Аккуратно, спокойно. Где-то вот в этой палатке. Да-да-да, баба, я знаю. Ты очень злая, не хочешь меня пускать. Говорю же, нынешняя арная подметка не годится той, где я служил. Ну, раз ты там, захвати пару пушек. Извини, чувак. Не хочу, чтобы ты превратился. Да что с тебя? Спасибо, армия. Это все, что ты мне оставила. Дохлую, мать его, крысу. А надо мне туда. Не круто. Не круто. Не, мать его, круто. Хорошо, что вы слабаки. Так. Куча еще долбанных каких-то ворон. А чуть ты не улетаешь даже. О, я могу их мочить. Смерть вороном. Ух, нифига, это что за чмо? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну, пусть оно идет, короче. А я в другую сторону. Отстань. Отстань, страшная хрень. Так, ладно. На тебе. Что, дверь хочешь мою сломать? Вот тебе, тварь. Я через текстуры видеть могу. Ага, не ожидала. Не ожидала хрень. Вот так. Вот так. Я не знаю, что это такое, но это какой-то новый вид зомби. Блин, плюющиеся. Теперь какие-то... Смотрите, у красные. Жирная тварь, а? Давай, давай, давай. На, ты что ж такое-то, а? Да прикончить же, наконец-то. Боже мой. Что на тебе там было? О, стоп, что это? Улучшение разброса. Сочная зомбачина попалась-то. Ладно. А тут что? Можно пролезть. Ладно, давайте пролезем. Ай, блин. О, ё! Свалилась мне на голову, блин, тварь. Ну и что вы делать будете? О, забрались. Надо же. Неплохо, неплохо. Ну, давай, давай, давай. Давай, блин. Стоп. По-моему, там ещё кто-то. Ну, давай. Вот так. Не-не-не. Никого. Так, обыскать. Пусто-пусто. Окей. Куда это вообще ведёт? Ну, мне явно не сюда. По-моему, я здесь уже был и... Или не был? Ни хрена не помню. Места очень похожие. Очень и очень похожие. А, да был, конечно. Вот, да. Здесь была дверь закрыта отмычкой. Хотя я всё равно за неё мог попасть. В тот раз. Как-то через верх я там, по-моему, пролезал. А теперь пройду насквозь. Во... А, во! Теперь у меня есть пропуск. Теперь хватай всё, что унесёшь, и тащи в убежище. Ну, шикарно, типа. Прости, что вырвалась на твою волну. Вороны Ди хотят эвакуировать Тауэр. Нам нужны все бойцы, каких мы можем достать. Помоги нам, и мы тебя вытащим. Да, конечно. Так я и поверю. Старый, добрый Си-4. В бою бесполезно. Но, чтобы взорвать препятствие, сыны и нет. Ага. Ну, окей. Так, дать сигнал эвакуации. Это мне назад, что ли, совсем? Или как-то можно вот сюда выйти? Нет, попробую назад пойти. Так. Видать мне... Да. Ух, ё! Чёрт! Шевелись, не стой! Ты лёгкая добыча! А... А... Ты реально думаешь, что это было, матьё, правильное решение? Стрелять? Я по стелсу проходил, всё было окей. Ого! Нормально. Ну, чё, убьёшь его, нет? Блин, всё самому делать. Ого! Красота. Так, идём, идём, идём. Идём, идём. Нормально. Неожиданно, откуда-то тётка? Бум-бум. Взрывы такие жёсткие. А с этими мне чё делать? Хорошо. Ого! О, шикарно мохнатую башку отстрелила. Так. Пошли, пошли. Пошли. Чёрт. Отстань. От меня. Её. Сзади что-то кто-то был. Тихо-тихо-тихо, ещё рванёт ещё. Они с газа... Мне кажется, газовый баллон на спинах. Я боюсь подходить, он шипит так. Слышите, да? Ладно. Ой, чёрт! Ага. Хорошо. О, вползти можно. Так. И куда это? А-а-а-а! А-а-а-а! Ну-ка, здесь ничего нету. Чего-нибудь полезненького нет? Нету? Какой хитрый проходик-то, а? Слушайте. Фига. Ладно. Надо будет запомнить, если назад пойду. Чего-нибудь полезненького нет? Не тащиться? Эм. А, труба. Почти все! Двигай! Почти все! Они все. Тихо. А-а-а! А, нет. Это повышение скорострельности. Я думал, это ПП. Ну, ё-май! Ха-ха-ха! Чёрт! Обломали вы меня, засранцы. Обломали знатно. Так. Ничего, ничего. Нет, ничего. Выходим. И куда же? Куда же мы попадём? Итак, тебя тянет в птичью стаю. Ну что ж, я расскажу тебе о воронах Ди. Пророчество Ди ясно, но эти трусы хотят подогнать его под себя. Они признают, что Ди предсказал чуму, но уверены, что насчёт выживших он ошибся. Они не спасут мир. Эвакуации, лекарства, передышки, хрень. Выживут, подготовленные. Этому-то я тебя и учу. Ага. Ну, типа, спасибо. Спасибо, чувак. Ты, вижу, совсем меня не слушаешь. Ладно, но учти. Тут я тебе не помощник. Да чё не слушаю? Я б тебя, наверное, и послушал, но по сюжету как бы так надо. Так что вот. Идём дальше. Ой, да боже мой, а. Зомбачина долбанная. Встать ведь может в любой момент. Ух ты. Город, ребята. Город, цивилизация. Таверская пристань. Лондон. Вон он. Таверский мост. Уху. Нифига себе. Круто. Так, где-то здесь зомбачит. Чё-то я его не вижу. А, это что-то ворона. Почему вы мне ворона отмечаете? Она, типа, тоже злая, что ли? Это его лучше бы отметили. Говорит, Сондра. Ворон здесь. Рада видеть тебя. Только давай сначала очистим дорогу в Тауэр. Мы потеряли снайпера. Впрочем, он не первый с тех пор, как это началось. Угу. Так, ящик. А в ящике нихрена. Ну ладно, хорошо. Патроны. Патроны на месте. Так. Я прям не нарадуюсь, как и тогда мины. Я вообще сработал и всех убил. Офигенно было. Опа. Снайперка, ребята. 770. Я из такой комара с задницей отстреливаю. Ха-ха. Как они влетают порой. Это класс. Прикончить. Вот так. И чего? И чего? А. Вы о том, что они там? Ну ладно. Так. Куда же мне ее поставить-то? На какую кнопку? Все уж, блин, занято. Ладно. Четверку поставлю. Что-то пользование арбалетом пока, видать, отменяется. Тикс. А сколько у меня патронов-то? Ага. Ага. Неплохо. Надеюсь, они сгорят. Ну, конечно, конечно. Давай, залезай. Залезай, гений тактики гребаный. Вот, сгорели. Хорошо. Ладно. Так. Ты че? Не сдохни как. Ладно, давайте сканером поработаем. Сканером я сказал. Что такое? Угу. О, патрон для карабина. Хорошо. Тикс. У него ничего нет. У этого тоже ничего нету. Да, опусти рюкзак. Тут два шага надо сделать буквально. Ух ты. Нормально. Что-то мне кажется, или они мной заинтересовались. Черт. Черт. Ты че возле лестницы трешься, тварь? Иди спускайся уже тогда. Спускайся. Подеремся. Ну, давай. Давай, давай. Сигнализирую тебе. Спускайся. Блин, пока тени раздуплились. Ну, черт. Ладно. Ну, он меня треснет. Да-да-да. Ты меня увидел. Вот, я теперь слезу, и ты тоже слезешь. Ладно? Давай. Ну, падай уже, как мешок с дерьмом. Ну, кусок мяса. Ну, падай. Офигеть, вообще. Даже не думает. Да, его надо было пристрелить со снайперки. На самом деле. Потому что что-то опасно вот так залезать. Реально. Мне совсем не хочется. Я залезу, он начнет меня метелить. Я не знаю, сколько он мне здоровья с ним. Я, ну, как бы, немало. Вот так лучше. Уже не уровня? У-у-у. У-у-у. Теперь можно залезть. Так-то намного лучше, правда? Правда. Камера открыл. Хорошо. Так, здесь пусто. Или это глушилка? Фигня какая-то. Ладно. О чем я по заданиям? В таком случае, простите. А, ну тогда мне нужно перебираться на тот островок, значит. Так. Дать сигнал к эвакуации. Добраться до Тауэра. Угу. Достать доктору семь писем. Ух ты! Первое письмо Ди. Владельцев писем с помощью. Мемориале Виктории. В жилом районе. На рынке на Брикл Лейн. В Спитерфилдс Грин. И в Тауэре, и в Бэконфилдс. О, господи. Серьезно. Так, шипение меня уже задолбало. Можно перестрелять их отсюда. Вообще, там вон еще один вдалеке. Ладно. Сколько у меня патронов? Два осталось. Ух ты! У него же баллон! Ну-ка, развернись! Ну-ка! О, красота! Хе-хе-хе-хе-хе. Класс! Поворотись-ка, сынку. Хе-хе-хе-хе. Отлично. Там еще толстяк вдалеке. Ну, в общем-то, мне на нее плевать. На большом счет. Здесь только у него что-нибудь нет. А, там есть что-то. Там. Там есть. На очко. Ух, фига себе. Ему все оторвало, к черту и матери. Ну, давай, давай уже. Давай, давай. Да, разберемся. У-у-у. Слабоват ты, парень. Сигнальный огонь. Есть. Подобрали сигнальный огонь. Стоп. Сигнальный огонь это ведь вот эта туфта, да? Которая я думаю. Да, это эта туфта, о которой я думаю. Нафиг. Обойдемся без него. Пора доставать Т-4. Все, я добрался до Тауэра. Ой, ё. Что такое? Ты что такой злой-то, ну? Что-то прям вообще недружелюбный. Я к тебе в гости пришел. В Тауэр. А ты, вон, какой злой. Так, посмотрим, что здесь. Эм, да, еще один фаер. Который мне вообще не уперся. А там? Что это? Сок? О! Сок. И сколько он лечит? Так, сок у нас лечит слабенько. Ну вот, давайте-ка мы его сразу и выпьем. Хорошо. Так. Так. Тут больше нифига нет. Ладно. Ой, ё. Отлично. Ну, типа... Типа я могу пройти? Я могу? Я не загорюсь? Нет? Чё там? А, да боже мой. Плевун. Ну. Я за оградой, так что все нормально. Мы это переживем как-нибудь. А он не хочет сюда идти, ах ты ж, сволочь. Не хочет идти сюда, падла. Ага, ага. Не хочет сюда идти, сволочуга. Давай. Кровавая башня. Гаденыш, все-таки попал по мне. Сволочь. Вот падла, а. Вот падла. Говнюк, я только что сока выпил. Так хорошо себя чувствовал. Тварь. Так, пойдемте-ка в убежище. Где бы оно там ни было. О! Короткий путь. Это не убежище, да. Это путь в убежище. Точно, точно, точно. Так. А если подняться наверх? Посмотрим, что у нас там. Теперь у меня есть... Да, супер, понятно. Видать, назад, когда пойду, она откроется. Ну, то есть, как я? С той стороны ее просто открою или брус какой сниму? Как у них там? Принято в основном. Правда ведь? Да. То есть, мне нужно лезть туда. А полезу туда? Не сохранюсь. Поэтому пойду-ка я сохранюсь. Вот такая вот простая у нас арифметика, дорогие друзья. Так, убежище. Убежище. Непонятно, по какой причине они не сделали автоматический пропуск вот этих вот заставок на загрузке. Совершенно не знаю, почему они не сделали автоматический пропуск. Так. Это что у нас? Скорострельность можно увеличить. Разброс можно уменьшить. Для двустволки можно увеличить огневую мощь. Для карабина можно увеличить огневую мощь. Что я и сделаю. Так. Для снайперки. Разброс. Емкость. Ну, арбалета только разброс. Разбросу пистолета увеличим. Уменьшим. Так. Скорострельность, наверное, пригодится кому больше. Ну, винтарь я полностью улучшил. Так. Снайперки вряд ли. Очень даже вряд ли. Здесь скорострельность не увеличить. Значит, остается либо пистолет, либо двустволка. И все. Пистолет или двустволка. Двустволка и так будет быстро стрелять. Перезарядку я не уменьшу. Так что добавим скорострельности. Пистолет полностью улучшен. Как и винтовка. Так. Остается дробовик полностью не улучшенный. Вообще. Вообще нулячий. Голый. Снайперка. Еще можно разброс уменьшить на арбалете. Но у меня пока нет этого улучшения. Так. Давайте, наверное, на двустволку что-нибудь повесим. Или у снайперки огневую мощь повысить. Емкость, емкость. Ну, емкость сюда, конечно. Так. Потому что двустволки-то емкость не добавить. И огневую мощь, огневую мощь на двустволку повешу. Вот. Все. Отлично. Вот так вы как-то разобрались. Так. Далее. Если не можешь бежать, просто ляг и умри. Запас сил должен быть всегда. Угу. Угу. Спасибо. 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 Спасибо за оптимизм. Так. Кладем в сундук патроны. Арбалетный пусть будет. На месте. Со снайперкой я не знаю, что делать. На самом деле. Без понятия пока что. Че-то я вот бита, как легла сюда, просто мертвым грузом. Даже передвинуть ее не могу. Теперь у меня столько оружия. Охренеть. В общем, я положу арбалет. Он мне не нужен пока что. Так. Мне пока этого оружия достаточно. Ну все. Ладно. Не знаю, что тут еще поменять. В принципе, меня все устраивает. Кроме, конечно же, крикетной биты ненужной, которую я не могу убрать. Просто. Просто физически не могу убрать. Так. Давайте-ка заглянем. Посмотрим, что у нас там в бумагах интересное появилось. Письма Ди. Ого. Предсмертное письмо Джона Ди Фрэнсису Бэйкону. Ну я почитаю и на этом серию закончу. Так что, если вы не хотите слушать, можете к следующей переходить, если она уже вышла. Судя по всему, Ди пытался предупредить короля Якова, но добился лишь обвинений в колдовстве, а он попросит Бэйкона продолжить поиски панацеи и сохранить наш код. 28 сентября 607-го. Дорожайший Фрэнсис, после смерти возлюбленной нашей Бэс, я, кажется, попал в опалу при дворе и боюсь, что мои предупреждения о беде пропадут в Туне. Без протекции и величества я потерял свой вес в государстве. Я знаю, что шотландец Яков тебя уважает, но меня он почитает еретиком, зовет чернокнижникам и обвиняет в черном колдовстве. Мой дом и архивы в Мортлэйке разорены, тысячи манускриптов безвозвратно погибли, знания поколений уничтожены адептами страха и невежества. Я не нахожу пристанище, здоровье мое ухудшается, и копыта смерти стучат с каждым днем все ближе. Но ты, друг мой, все еще в фаворе и крепко сидишь... Или в фаворе? Кстати, не знаю. В фаворе, наверное. Крепко сидишь в своем кресле в коллегии врачей. Умоляю тебя, продолжи нашу работу и найди панацею во благо Англии. Подготовь их детей к черному дню, приход которого предсказывал Архангел. В случае моей смерти немедленно отправляйся в Мортлэйк и спаси наш кот. Лишен ключ к знаниям, которые мне удалось спасти. Джон Ди Так... Это единственное письмо, которое у меня есть? А, стоп, да... Ага, так, письмо Ди, одно письмо, фоточка. Дальше газета. Вокс, 18 января 12-го. Британский Нострадамус придурек чуму 12-го года. Историк Медиевиз заявляет, что 12-й год станет концом Англии. И он имеет в виду не только грабительскую летнюю олимпиаду. Согласно исследованиям профессора Китинга из Оксфордского университета, шпион эпохи Шекспира Джон Ди, который уже предсказывал большой пожар в Лондоне. Правление Наполеона и Вторую мировую создал черное пророчество. Подождите, а разве я это не читал? Да, конечно, я это читал. Блин, извините, 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 серьезно. В Англии чумы не будет. Премьер-министр отклонил предложение правительству рассмотреть вопрос о чуме, которое, согласно пророчеству, обрушится на Лондон в 12-м году. Причина была им озвучена. Ничего не случится. Премьер-министр назвал черное пророчество Джона Ди чепухой и абсолютной глупостью. И когда Вокс напомнил ему о слухах, согласно которым сама королева верит в предсказания, политик раздраженно отрезал. Обычным людям не стоит принимать серьез все, о чем пишут в новостях. После небольшой паузы успокоившись, премьер-министр сказал, «Даже если пророчество сбудется, Британии ничего не угрожает, потому что чума останется в Европе. Это как бешенство», — продолжил он. «Мы современное островное государство. Любая зараза, чума или бешенство, скорее всего, начнется в Европе, а не здесь. И перебраться через канал ей будет трудновато». Впрочем, эксперты отмечают, что огромное количество людей выезжает из страны, въезжая от нее, и совершенно невозможно обезопасить от заражения всех и каждого. Так. Королевская стража застрелила своего сотрудника. Полиция сообщила, что таинственный мужчина, убитый на прошлой неделе в саду Бакингемского дворца, это бывший солдат, который являлся телохранителем королевы. Имя этого человека не разглашается, но, согласно нашей информации, ранее он был сотрудником элитного подразделения «Омега», состоящего из бывших спецназовцев, который охраняет членов королевской семьи 24 часа в сутки. Его застрелили свои же товарищи, сообщил представитель полиции. Печально, но этот человек был психически неуравновешен, за чего несколько лет назад его и уволили. Но армейский источник опроверг эту информацию, заявив его, убрали по одной причине. Он был одержим неким заговором, пытался донести свои бредни до королевы. Без него «Омеге» стало спокойнее. Пресс-секретарь королевы не подтвердил этого. Эксклюзив. Я расшифровал черное пророчество. Библиотекарь из Лондона заявил, что ему удалось найти ключ к черному пророчеству, сборнику предсказаний средневекового алхимика Джона Ди, который так взволновал общественность. В январе Вокс освещал споры, кипевшие вокруг пророчества Ди, о том, что в этом году смертоносная чума поставит Лондон на колени. Сегодня мы можем представить вам человека, который расшифровал предсказания и понял, что обязан сообщить о них миру. Рон Фридман, старший библиотекарь из Восточного Лондона, обладатель внушительной коллекции книг, посвященной Джону Ди, куда входят более 500 экземпляров, 20 из которых принадлежат Перу Самового Ди. Рон начал изучать пророчества, еще будучи студентом Оксфордского университета, и был буквально одержимым до сего дня. К счастью, его подруга Сондра длинн... Ах ты ж, вот оно что. Длинноногая 35-летняя девушка из Южного Лондона разделяет исследовательскую страсть. Собственно, это и стало причиной их знакомства. Но первой любовью Рона всегда был, остается Джон Ди и предсказания. Метрополитен. Как скажется чума на стоимости недвижимости? Если распространенные болезни не остановят... Распространение болезни не остановит в ближайшее время. Владельцы домов в районах, пораженных чумой, ощутят, как стоимость их недвижимости резко упадет, предупреждают эксперты. В настоящее время болезнь бушует в Южном Лондоне, и некоторые медицинские эксперты опасаются, что в течение нескольких дней она пересечет реку на севере Лондона, если не будет введен карантин. Но даже владельцы зданий в областях, еще не попавших под статус зараженных, не могут чувствовать себя в безопасности. Нил Дейл, агент по продаже недвижимости с десятком домов и квартир в прилегающем районе, прокомментировал. Так, что это? Письма от резиденции королевы Лизаветы II в офис придворного врача, 2003 год. Доктор, после дискуссии с вами и нашей уважаемой медицинской службой мы приняли решение использовать часть медицинских помещений Букингемского дворца для исследований по проекту Панацея. Строительные работы начнутся незамедлительно, и ваша консультационная помощь и рекомендации будут незаменимы для нас. Насчет финансовой стороны вопроса не беспокойтесь. Мы получили тревожные сообщения от наших друзей, ученых из Оксфорда, а также прогноз королевского астронома, согласно которому серьезная биологическая угроза унесет 2020 году минимум миллион человеческих жизней. Просим вас как можно скорее направить в наш проект результаты собственных исследований и работ. Организуйте свой график так, как считаете нужным. Но вы должны понимать, что эти исследования, хотя и имеют для нас очень большую ценность, не должны мешать вашим основным обязанностям. Пусть Бог не оставит вас в этот тревожный час. От офиса профессора Киттинга, Оксфордского университетского колледжа. Кому? Резиденция королевы Елизаветы. Ваше Величество, пометуя о вашем пожелании и нашем недавнем обсуждении этого вопроса, я предпринял небольшое исследование касательно так называемого «Черного пророчества» Джона Ди. Являясь безусловно увлекательным в историческом контексте и очень притягательным в плане образности и чисто человеческого любопытства, пророчество, по моему мнению, в достаточно малой степени связано с проектом Панацея. Ди был не только набожным и умным человеком, но также изучал магию и алхимию. Для того времени это было обычным делом. Поэтому он считал, что его регулярно посещают ангелы и демоны, с которыми он вступал в содержательные разговоры. «Черное пророчество» родилось в результате одной из таких бесед, о чем Ди рассказал в работе «Энохум коллоквия». Энохианские беседы. Это очень редкая книга, и большинство сохранившихся экземпляров признаны подделками. Но в Бодлианской библиотеке есть рукопись, датируемая 1640 годом. К тому моменту со дня смерти Ди прошло всего лишь 30 лет, и я уверен в ее подлинности. Ди был буквально одержим великой чумой, со многими случаями, которые он столкнулся в своем европейском путешествии, и чьей жертвой в последние годы его жизни стала его собственная жена. Вероятно, отсюда и берет начало его увлечения поисками Панацеи. Я могу предположить, что дар предвинения – это реакция опытного доктора на трагедию, с которой ему пришлось столкнуться лицом к лицу, трагедию, несущую человечеству неизлечимые страдания. В настоящее время бубонная чума является болезнью известной, диагностируемой и поддающейся лечению. В отличие от нашего времени, в 16 веке единственным способом остановить распространение заразы было сжигание трупов, что и позволило во время Великого Лондонского пожара. Что и произошло, извините, во время Великого Лондонского пожара. В заключение хотел бы сказать, что хотя я понимаю и уважаю желание Ваше Величество принять участие в медицинских исследованиях, а также позаботиться о своих подданных, но вынужден отметить, что нет никаких причин поднимать шум вокруг пророчества о чуме, и нет повода для лишнего оптимизма в деле создания панацеи. Остаюсь вашим смиренным слугой, Уильям Китинг. Самое примечательное в пророчествах Ди – это его точность и конкретика. Менее чем через 60 лет после его смерти и печально известного последнего письма к сэру Фрэнсису Бэкону, эпидемия чумы опустошила Лондон, после чего город был очищен от заразы Великим пожаром 1666 года. Современные источники указывают на поистине сверхъестественное сходство между эпидемией и предсказанной Ди первой чумой, а точнее на факт ее распространения в Англии, в то время как Ди утверждал, что столкнулся с чумой во время путешествия по континенту. За 60 посмертных лет авторитет Ди оказался серьезно запятнанным. Многие высмеивали его работы, в том числе и сам Джеймс I. Но Великая Чума и Пожар заставили царствующего монарха Карла II пересмотреть этот вопрос. Это был Карл, который последовал совету Ди и сдал закон о том, что вороны никогда не должны покидать Лондонский Тауэр. Тот самый Карл, который создал воронов Ди, тайное общество ученых и дворян. Ходили слухи о том, что вороны получили во владение подземные помещения под Тауэром. Надо ли говорить, что эти тайные комнаты так и не были обнаружены? О воронах Ди почти ничего не известно. Не осталось никаких документальных свидетельств. Для тайного общества это неудивительно, но кое-какие слухи и легенды о его работе прошли через века. Вороны Ди должны были изучать то, что осталось от работ Ди, искать копии его рукопись и подготовить Англию к следующей большой катастрофе – второму пришествию Чумы. Восстанет в Лондинуме новая утопия. Те, кто пройдет через очистительный огонь, станут ее хозяевами. Души прочих будут низвергнуты в гиену огненную. Вот, собственно, и все. Фу, все я прочитал, дорогие друзья. Сохраняемся, и на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.